Вода, и там холодно, как в морге было. Ну что, мочолик, красотка? Вот у меня такой вот спортивный костюмчик. Пришли мы домой с садика. Внутри очень уютно, садик большой, тёплый. Всем привет, мои хорошие, с вами Селена. Ой, начинаю новый влог. Так, сегодня мама у меня ещё остаётся дома, ну, до вечера. Вот, а я выехала, мне нужно посылку забрать. И я подумала, ну, как бы расслабиться, да, и на самом деле я очень хорошо расслаблялась в прошлый раз на тренировочке. Прям, знаете, когда ты погружаешься, чисто за телом своим следишь, ни о чём не думаешь, это тоже хорошее расслабление. Именно, вот, ну, я люблю на групповые занятия ходить, да, групповое. Вот, ну, и, соответственно, я всё переживаю за этот душ, что души нет. Ладно, я там халаты купила, и мы можем уже ходить через ресепшн, где дверь входная всё время открывается, и ветер. Ладно, с этим вопросом ещё. Потом, кстати, бассейн, вот, где мы ходим, где мы плаваем, там вот детский находится, да, и рядом мы плаваем, дорожка, она находится как раз-таки возле входа, и там тоже постоянно двери открываются. Вот представьте, мы плаваем, и вот вход из мужской раздевалки. Постоянно открываются двери, и оттуда ветер. То есть холодно нереально. И, по идее, хорошо бы плавать в другом конце бассейна, но в другом конце бассейна глубоко. Уже дна не чувствую. Вот, а, соответственно, если я с ребёнком, то я должна себя на воде чувствовать уверенно. А я сама не так-то уж хорошо плаваю, я очень быстро устаю. Не, я плаваю хорошо, я могу проплыть там от одной дорожки до другой. Но если вдруг ребёнок на меня там залазит, да, или я даже с этой, как там, такие палки есть, да, на которых даже вот, ну, я как бы, чтобы не уставать с ним всё время, да, я на неё как бы вешаюсь вот так вот, и всё, и плаваю руками, ногами, грибу. Но если он начинает на меня залазить, и на эту штучку, она идёт вниз, тонет, и у меня начинается паника. Ну, то есть я считаю, что, может, мне тоже такую прицепить, как у него. Кто видел позапрошлом влоге, такую штуку мы прицепили, да, и спокойно себя чувствует. Я думаю, это смешно, конечно, будет, если я тоже такую. Ну, блин, а что делать? Ну, я вот так не уверенно себя чувствую на воде. А с ребёнком я должна уверенно чувствовать себя на воде. Ну, короче, надо попробовать. А пофиг, что подумать. Ну, человек плохо плавает, что такое? Вот, и тогда мы с ребёнком сможем в другой конец бассейна пойти, и плавать там, где дна не чувствует. В любом случае он дна не чувствует, да? Ну, я, во всяком случае, там дна тоже не буду чувствовать, но буду держаться на воде уверенно. Чуть что, я же должна схватить его, помочь ему и так далее. Вот, но зато там, наверное, дуть не будет, я надеюсь. Хотя там тоже раздевалки есть, но, может быть, там не такой сквозняк. Я так поняла, что вот из-за сквозняка, кто-то, девушка там была, тоже говорила, что здесь сквозняк. Вот, что ещё? А, ну и вопрос с этим душем. Я сейчас поеду и прям хочу с девушкой поговорить, что какие варианты могут быть. Потому что, ну, правда, я почитала ваши комментарии, где вы говорите, возвращай, возвращай деньги, что это не дело. На самом деле, да, это не дело. И, как бы, да, я согласна, это не дело. Я не знаю насчёт возврата, как там денег. Вы же знаете, легко купить, трудно вернуть. Вот, и я бы такая, что действительно нашла, пусть он подальше находится. Мы всё равно на машине едем, поэтому плюс-минус 10 минут на машине, я думаю, роли не сыграют. У нас есть ещё фитнес-клубы, и можно было бы посмотреть, как и где, да. Блин, хочется зайти в фитнес-клуб, и чтобы там было тепло. Вот, когда я хожу в Султан-спа, мы там раздеваемся, ходим в халатиках, в полотенцах, и не мёрзнем, понимаете, если только на улицу не выйдем. Там везде тепло. В бассейнах тепло, в саунах, везде, короче, ходишь ты пока между этим всем. Там везде жара, везде тепло. Классно. А так, конечно, что ты там забежал, ты там промёрз, это не дело. Короче, я сейчас хочу пойти и решить этот вопрос. Пусть предложат какие-то варианты. Вот. И что ещё я сегодня хотела? А, ну и всё, и расслабиться. Но на йогу я уже не успеваю. Она уже началась. Тогда может уже на другое какое-то пойти. Там ещё растяжка будет. Вот. На растяжке можно тоже поэтоваться. Такая спокойная музыка, расслабляться. Ещё у нас же мило вчера. Всё за мило. Я не знаю сейчас, как я доеду ещё. У меня такой сугроб прямо перед машиной моей. А она у меня низкая. Я не знаю, как она будет ехать. В общем, поедем. А, борщ. Зелёный борщ я попробовала. Всё очень вкусно. Да, это по нашему семейному рецепту. Кто не смотрел в предыдущем влоге, я борщ готовлю, рассказываю, что к чему там. Как мы готовим, наша семья. Из поколения в поколение. Вот. И мама вчера тоже его попробовала. Тоже сказала, очень вкусно. Просто я из-за дня рождения Таниного ничего не успела снять. Я собиралась как сумасшедшая. Ну что, мои зайки. Вот иду на эллипсе. Пришла сегодня. Ещё раз на ресепшн обратилась с ситуацией. Вот, смотрите, как у нас там на улице. Ситуация, что с ребёнком неудобно заниматься. Нет никаких комфортных условий. Вот. Ну а я, соответственно, только раз на неделю могу себе позволить прийти одна. И то не всегда со временем получается. Да, я хожу всего лишь 2 минуты. Я уже устала, представляете? Ну, куда эти мне полегче что-нибудь? Вот. И девочка на ресепшн, я ей всё объяснила. Она говорит, напишите вот предложение, напишите телефон. И управляющий вам позвонит. И вы решите, всё есть. Или будем искать другой зал. Немного похожу в фитнес-клуба. Я вот такая вот нарядная. Вот. Ой, вода течёт. Вода стоит вот бутылочку 30 рублей. На ресепшн не покупаешь. И кулеры везде стоят, наливаешь себе воду потом. Вот у меня такой вот спортивный костюмчик. Я его покупала давно. В Adidas. Это с Теллари, по-моему, у них линеечка была. Ещё у меня топ такой есть, короткий. Но это раньше я любила с топом ходить. А когда пресс накачанный. Вот. А сейчас пресс не накачанный. Да? Поэтому закрываю всё. И вот очень удобная. Ну, я забыла серую взять. Я уже серую купила в Фиксе тоже. Очень классная, удобная штучка. Сейчас здесь у меня карточка, телефон, камера в руках. Вот. Вот такие шкафчики. Там ещё три вида шкафчиков. Потом душевая сауна. И выход к бассейну. Вот. В общем, будем ждать, когда мне позвонят и скажут, что мы будем делать. Вот мы выходим из женской раздевалки. Ну и, короче, вот так мы идём. Здесь бассейн, солярий, медпункт. Вот он, солярий. Мужская раздевалка рядом. Вот здесь вот. И вот выход в бассейн. Дверь открывается. Беспалево хотела, короче. А я сейчас иду на тренировочку на стрейч. Потом поплаваю немножко, попарюсь и за посылкой. Солярий, кстати, здесь такой по жетонам, видите? В принципе, неплохой. Солярий стандартный. По жетонам, кстати, единственное, что тут же по 4 минуты ты берёшь либо 4, да, либо 8. Я не помню, кстати. Но помню, что по жетонам, по-моему, количество... А, 1 минута 18 рублей. Вот, смотрите. 5 минут. 8. 8. 11. Короче, жетон определённое время идёт. Надо ещё уточнить. Угу. У всех по нулям отлично, да? Это даже если мы так же не можем? Не можем, значит, мы уже. Может быть, вот этот сброс? А, сброс. А ну-ка. Да нет, мы уже ставили. Да. Видимо, они не вернулись. Короче, я приехала за полтора часа до тренировки и просто я хожу, брожу, здесь уже всё изучила, весь комплекс, блин, и осталось уже, не знаю, минут 20, наверное. Ой. Да, да, ровно 20 минут. Сижу, туплю. Ну что, мои хорошие, иду с тренировочки. Сегодня хорошо позанималась, прям мышцы потянула хорошо, ну, без силового, но мышцы чувствую свои. Хотела погреться в сауне, а в сауне, крошки мои, пипец, как горячо. Я зашла ещё всё в цепочках, забыла про них. Девушки такие, ой, вы что в цепочках-то всё. Короче говоря, будем ждать звонка в ближайшее время. Сейчас, представляете, вот так вот замело, что я застряла на машине. Да там сугробики невысокие. Вот если бы я была на финике своём, я бы спокойно проехала. А на мамкиной я буксую, 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 буксую. Здесь такое ощущение, что я яму себе прорываю. Вот, и слава богу, там мужчина с ребёнком был, он говорит, ну, давайте, говорит, чуть-чуть вперёд дайте, я, говорит, вас это, подтолкну. И вот он спереди подтолкнул, и только с 50-го раза, до этого я сама пыталась, да, то так, то так, думаю, сейчас, сейчас, вот-вот. А сзади машина ещё стоит, я боюсь резко дёрнуть, чтобы ей сразу бочина, не бочина, бочина жопа в жопу получилась бы, дала бы. Вот, ну, короче, он подтолкнул, и я выехала. Я сейчас не знаю вообще, вот реально. Смотрите, снега очень много на дорогах. Так это на дорогах, не знаю, здесь как будто и не убирали. Здесь как будто машина вот ещё примяли с утра, и всё. А вот там вот где-то, да, во дворах, вот около фитнеса этого ничего не убирали, видно, что машины проехали, которые покрупнее были, и всё. Вообще должны поубирать, потому что это не дело застрять вот так вот с ребёнком, представляете? И всё, и ждать подмоги. Хорошо мир не без добрых людей. А, кстати, ещё по поводу, я же зашла в парилку по поводу клуба, да, я зашла в парилку, а там пипец как жарко, девочки. Ну, я была в разных спа, в разных спа, в разных саунах, там много разных. Ну, блин, ну такая жара! Я даже в специальную баню ходила, куда вот все ходят, знаете, такую там в общую, там парятся вениками. То есть и то я там спокойно как бы находилась, там да, было парено, но там было комфортно. Там, знаете что, не щипало, не кололо вот эта вот горечь, да, а тут такое ощущение, что тебя прям обжигает. Это вообще, ну, как бы не дело. Я не знаю, как там девочки сидели, они выходили такие тоже красные. Я говорю, блин, да это жесть. Я там буквально минуты, наверное, не простояла, представляете? Хотя я, ну, нормально в хороших таких банях стою и кайфую. А она маленькая, понимаете, и вот здесь вот сразу эти, не знаю, но девчонки говорят, что сегодня именно так парила. Ну, короче, ладно, думаю, я вышла, погреюсь, думаю, под водой. Потому что я замёрзла, там ходишь пока через ресепшн, как бы то-сё, холодно. И, короче, в итоге стою я, стою, проходит там минуты три, и еле тёплая вода идёт. Я чё-то не поняла, там чё лимит, хотя народу не было. Знаете, бывает, если приходишь, и кто-то включает кран, и у тебя, короче, это, холодная вода уже идёт. Да, ещё кто-то пришёл, ещё холоднее. Короче, как будто там делится на всех, распределяется тёплая вода, там холодная, или напор ниже становится. И, конечно, вот это вот... Я в пробки еду, между прочим, вообще, мы не едем практически. Короче, я в итоге не погрелась, а в итоге я такая замерзаю уже, думаю, ладно, вышла, зашла на 30 секунд в эту сауну, чтобы чуть-чуть ещё погреться после холодного душа, и пошла скорее переодеваться. Ну, трындец, короче. Я надеюсь, что это я попадаю просто на какие-то такие дни. А недавно Таня у меня была в фитнесе в каком-то там своём. Она вообще, ну, она такие на месяцок брала, там, первый раз. Мы давно туда как-то ходили, ещё молодые были, 16 лет. А тут она недавно пошла туда, и как раз после Нового года, то ли 1-го числа, то ли 31-го, я не помню, то ли до Нового года непосредственно, то ли после Нового года. Короче, там парилка была отключена, по-моему, и вода горячая была вообще отключена. То есть там ледяная вода, и там холодно, как в морге было. И главное там с третьего, то ли со второго этажа никому не позвонить. А, она звонила на ресепшн, трубку никто не брал. Вот, и, соответственно, ну, как бы уже разделся человек, да, купаться, не побежит на первый этаж на рецепт, спросить, где вода, да, что такое. Короче, а там уборщица сказала, что уже воды нет неделю горячей, её отключили. Её никто не предупредил об этом, ничего не сказал. Она спускается на ресепшн, они вообще бухают на ресепшн, представляете? Вот, и она говорит, там воды горячей нет. А она такая, ой, да, ой, сейчас посмотрю. Ну, типа, только что отключили, как будто, да, не знаю, она говорит, блин, мне сказали только что, что вы неделю, уже неделю нет воды, почему вы не предупреждаете? Короче, всё, вышло, я говорю, больше моей ноги там не будет. Ну, вот что, ну, блин, ну, работаем с людьми, блин, для людей, ну, получаем деньги, что-то стараемся друг для друга. Ну, почему нельзя сделать всё нормально, почему вот так всё через жопу, блин? Ё-моё, я не представляю. Я бы, блин, просто, если бы был какой-то мой фитнес, и кому-то что-то не нравилось вот так бы, да, я бы максимально старалась бы приблизить, ну, комфорт человеку, который ходит, потому что это же, блин, это же будут рассказывать потом, да, другие там. Это же, блин, не знаю, даже авторитет, не авторитет, а, блин, как это говорят? Это же важно, как о тебе потом будут говорить там, да, и круто быть владельцем крутого фитнеса, которого всех валят, да, или салона красоты, или ещё что-то. Они, которого хейтят и говорят, а, это там пипец, меня там поостригли, и ржут, вот знаете, говорят, а, там пипец-то, где сауна, где вода горячая отключается, и никто не говорит об этом. Не понимаю. Я бы лучше вернула бы деньги человеку, который, допустим, походил там раз-два, понял, что ему не нравится, некомфортно, объяснил, мне не нравится это, это. Если я могу исправить, как хозяйка, как управляющая, я это исправляю. Если я не могу исправить, то я возвращаю человеку деньги. Вполне нормально это вообще. Мне кажется, что каждый человек хотел бы такого отношения, даже тот же владелец фитнеса или салона красоты. Ну, почему вот постоянно какие-то вот такие вещи, и вот эта вот, знаете, жажда наживы часто я встречаю, и слава богу, что таких немного, ну, как бы не то, что немного, много таких людей, да, но есть люди, которые действительно принципиальные, достойные, заботящиеся просто, просто о человеке, да. Ну, просто, знаете, человечный, ну, как это, что это за... Не надо любить людей, да, сильно, просто должна быть человечность. У всех, я считаю, должна быть. Ну, и, короче, блин, давайте это, я желаю вот вам всем, чтобы как можно больше вас, пусть все даже, я желаю, чтобы все люди были человечные. Вот вот с кем вы не столкнетесь, человек был человечный, все понимал, и все решалось. Не важно, какого уровня человек, не важно, какого достатка, какой там статус он занимает вообще в жизни. Человек должен оставаться человеком, вот именно в моменте заботы о другом человеке. Животные, блин, заботятся друг о друге лучше, чем мы, блин, порой люди. Вот. Я не говорю за всех, сразу скажу, да. Слава богу, есть хорошие. И, честно говоря, в наше время, вот как так получается, что если ты встречаешь людей, которые так вот относятся к тебе, да, с каким-то вот теплом, когда ты даже не знаешь человека, блин, так внутри хорошо, настроение поднимается. Сейчас даже на ресепшене, вот в прошлый раз я девушке сказала, да, о вот этих моментах всех, а она такая, у нас не предусмотрена раздевалка для малышей. Все, сказала, как отрезала, понимаешь? А вот сейчас к девушке подошла, я говорю, можно мне ваше руководство? Она говорит, ну скажите сначала мне, что, типа, да, я там передам. Я ей объясняю ситуацию, она мне вот дает книгу. Я прям вижу в ее глазах просто, что, ну как бы, ей не все равно, да, вот, может быть, она, конечно, просто лицо такое сделала, но мне приятно, что человек включен, она меня выслушала, выслушала с пониманием, не с тем, что, ну извините, у нас вот так, да, а, да, ну да, да, ну да, да, это некомфортно, понимает человек, да. Говорит, ну давайте вот напишем, как бы, да, и телефон оставьте, они вам позвонят, то есть не на отвали это все было. Вот, а это люди просто, которые на ресепшене, у них работа, в принципе, другая, не решать эти вопросы, да, а может быть, там, другим заниматься, отпускать людей, ходят люди, ну она уделила времени, выслушала, и, ну круто, 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 это круто, побольше нам таких людей вокруг. У нас сегодня девочки, болталка в машине у нас, пока пробка. А, я, кстати, еще позвонила, хочу хотела сказать, что я позвонила по подготовке к школе. Короче, у них такие плакаты, типа, подготовка к школе, там, да, там, не знаю, творческая студия. За это ты просто за один урок, там, 30-40 минут ты доплачиваешь отдельно 300 рублей, да. И вот в этой же детской, я вам просто детскую не показывала еще, тот же воспитатель, который следит за всеми детьми, он как бы индивидуально вот занимается 30-45 минут с твоим ребенком. А я спрашиваю, я говорю, это что, тот же воспитатель, который следит за всеми детьми? Она мне говорит, ну да, вы договариваетесь там, то есть, я говорю, а как же он будет следить за остальными людьми, если он будет индивидуально заниматься с моим? Она, ну, вы договариваетесь там на время, когда малышей мало, например, да, там никого нет, может быть, это 3-4 часа обычно, вот, и приводите. Вообще, короче, это так сложно все, прям, то есть, я еще, боже мой, ну, короче, ладно, очень сложно. Ну, и плюс там с 5 лет подготовка к школе, я говорю, ладно, нам 4. Она такая, ну, вообще там все индивидуально, как бы вы, да я представляю, как это, это не просто, знаете, там, какие-то общие уроки или какая-то программа, это просто цифры, наверное, будут учить, сидеть, сидеть, вот они 30-40 минут будут цифры учить. Я приду, ну что, подготовились к школе, да, там, короче, несерьезно, вот, что я хотела сказать, подготовка к школе несерьезная. Творческая студия точно так же, да, то есть, если я заплачу дополнительные деньги, то воспитатель с ним полепит или пораскрашивает, я не знаю, или там они повырезают что-нибудь. Тот же воспитатель, который следит за всеми детьми. Ну, тоже это не стопроцентное погружение один на один, да, это не за индивидуальное я прям плачу, да, хотя вроде бы, как бы, там, 30-40 минут с малышом, вроде бы как индивидуальное, да. Но если это делает тот же воспитатель, то есть, она будет отвлекаться на других детей, а там малыши тоже приходят, надо же тоже как-то будет за ними следить, там. Короче, я не понимаю, как это все устроено, вот, пока что я вижу, да, что как-то все на отвали, вообще. И нельзя посмотреть, как малыши занимаются, что они делают там, когда занятия вот эти малышковые, да, что они делают, зайти посмотреть нельзя, подглянуть нельзя, вот. И как бы, ну, говорят, почему нельзя, потому что, типа, дети начинают там не заниматься, да, а, типа, мама пришла и там тра-ля-ля, блин, ну, не знаю, как-то один раз, мне кажется, мама имеет право взглянуть, как-то посмотреть, как-то что-то надо придумать, чтобы это можно было сделать. Вообще хорошо, чтобы камеры были какие-то в каких-то, да, чтобы можно было бы хотя бы по камере посмотреть, что вот ребенок занимается, вот смотрите. Короче, очень много еще чего непродуманного, хотя, может быть, может, я привыкла к какому-то такому сервису, знаете, уже, была в каких-то моментах, уже примерно знаешь ты, да, там, и, конечно, ты уже, ну, в другое место приходишь и думаешь, блин, вот этого, вот этого не хватает, вот это бы вот это, но это же легко в наше время, технологии, это же все достаточно легко сделать, да, вкладываться, ну, блин, вложитесь, возьмите больше денег за это. Ладно, на самом деле, я думаю, что я просто других клубов не знаю в Ростове, честно, это самый близкий клуб к моему дому, вот, и цена как бы хорошая, и то, что бассейн здесь, да, есть, ну, у нас не везде бассейны как бы есть, для взрослых даже, поэтому я буду еще искать, я читала в комментариях, что вы какой-то там рекламируете, да, он подороже чуть-чуть, но, как бы, если там уровень в два раза лучше, в три, то я бы лучше денег больше заплатила бы, но когда приходила бы туда, просто отдыхала, кайфовалась с ребенком, чтобы мы там наслаждались, они думали, как бы тут побежать, тут проскочить, ой, тут не получается сходить, ну, ладно, короче, такие, да, вот, не знаю, может, конечно, маленькие там деньги, кто-то говорит, но как-то все не дотянуто, ой, ну, че, мама чоли, красотка, давай, я пришла, Денька тут кассира, деньги, а ну-ка дай маме денег, маме денег дай, ты мне всю кассу решила дать, на, твоя, играй, девочки, пришла домой, Денька попросила у меня сосиску, мама только, нету денег, нету денег? Нет, денег нет, а почему денег нет? Мне нужно три рубля, нет, ну, ладно, пробей туда просто три рубля, да, давай просто три и все, вот, пробили, да, все, денег нет, да, вообще денег нет, не найти никак денег, не найти, короче, Денька впервые попросил сосиску у меня, я ему дала, посмотрите, как он смешно им поел, яблоко, всем привет, мои хорошие, я тут уже, блин, чистила зубы, накапала на себя, одеваю, в общем, костюм, надеваю, надеваю костюм, и мы идем сейчас отдавать документы в детский сад малыша, пока что документы, ну, просто там вот эти прописки, та-та-та-та-та, вот, а завтра у нас запись на обход всех этих докторов за один час, ну, мы ходим в нашу клинику постоянно, да, мы там наблюдаемся в частной клинике, мне очень нравятся, ну, профессионалы, которые там работают, их подход современный такой, и у них есть услуга за час пройти всех специалистов, сдать анализы, кровь и мочу, вот, и все, и там на следующий день уже готов, ну, такой обходной лист специальный, вот, и все готово будет завтра, а потом мы со всеми этими анализами идем на отдельный платный прием к нашему педиатру, который уже будет делать какие-то там заключения там и так далее, вот, а сейчас нам уже позвонили, сказали, скорее несите документы в сад, в наш новый сад, у нас на улице лютая зима, холодно, а мы пойдем пешочком, Дэня смотрит мой влог предыдущий, я никогда не смотрела, обязательно смотрите, ему нравится, где я там говорю, это иллюзия, и он повторяет, это иллюзия, смешной мальчик, я, короче, утепляюсь как следует, видите, постирала костюмчик, вот он, мой любименький костюмчик, это, что-то еще хотела сказать, а, на улице у нас жесть, но жесть в том смысле, что посмотрите, как замело, все замело, и я даже не выйду, а, ну выйду, нет, короче, я еле припарковалась вчера, если честно, потому что сугробы везде, и вот солнышко, хотя это очень хорошо, кстати, солнышко радует, но моя кошка, а вот она моя кошка, а где-то моя кошечка, она все возле мамы крутится, скажи, мам, ты что, куда-то собралась уходить, я не поняла, ты что оделась, я не поняла, ты куда? Да мы в садик сходим и пройдем, и сразу играться тебе надо, да? Тебе сразу надо играться с мамой, ты сидела, ты моя сладкая, ты моя девочка моя. И, в общем-то, я рада, что сейчас такая погода на улице, что никуда выходить не надо, я хочу сделать генеральную уборку в доме, мне нужно снять как минимум, как минимум два видео, как средние три, и как максимум четыре за сегодня видео снять, еще мне нужно себя в порядок привести. Ой, сколько дел, посмотрим, что я к вечеру успею сделать. Пришли мы домой с садика, вот, красный, да я не захотел фломастеры рисовать, нет, Дэн, вот так, вот, дуй сильно, вот, видишь, как красиво, и рисуй вот так. В общем, все хорошо, заполнили документы, на улице такой мороз, мы пока прошлись, там где-то дует ветер, где-то нет, и, короче, трыдец такой, я Дэнку раздела, сама даже еще эту маску не сняла, давай сразу то-то-то, какие-то сообщения пришли, и все, и меня сразу закружило. О, надо пойти искупаться, привести себя в порядок и начать съемки. Короче, все хорошо, написали, все, завтра, значит, сдадим анализы, потом сделаем заключение и уже донесем. Ну, вот, вроде бы, со следующего месяца уже все пойдет откроется. По деньгам еще не сориентировали, сколько что стоит. Слушайте, девушка, которая там была одна, у нее крайне знакомое лицо, очень. Я ее уже где-то видела. Точно, надо будет этот момент прояснить. По телефону там все очень доброжелательные, это уже приятно, то есть я там звоню, что-то уточняю, и человек включен, как бы, девчонки молодые, как бы, ну, женщины молодые, девочки молодые, да, по голосу, как бы, приятная, современность какая-то чувствуется, да, и открытость к общению и к помощи это радует. Я надеюсь, что все так и будет прекрасно. Внутри очень уютно, садик большой, теплый, все такое новенькое, чистенькое, организованно все. То есть не так, что мы там в очереди сидим в маленький кабинет, да, и по очереди документов нет, там парты выставлены, все стерильно, все запечатано там где-то, да, чтобы, ну, прям вот стерильненько было, бахилы там, да, садятся там, мамы все пишут, пишут заявления, все это заполняют, дело кучу ручек лежит, вот, подсказывают все. А с детками, кто пришел, там на стенах такие штучки висят, и детки пока играли там, ходили, что-то ковырялись. В общем, ну, мне понравилось, приятно. Вот я пришла туда, заполнила пока все, прям никакого негатива, и никакого дискомфорта не было, одни приятные эмоции, ощущения и впечатлений. А вот так вот мои детки рисуют вместе. Что, ты хочешь другой пломать? Ой, нет. Ну да, из-за испачка. Фух, ну что, мои хорошие, время вечер, вечер уже, время вечер. День, надо научить тебя это, говорить, сколько времени, что сейчас часов нет у нас на видном месте. И вот вставать и идти смотреть, никак. А там на микроволновке написано, сколько времени. Короче, время сейчас часов 8, я думаю, или даже 9. Я сейчас будем уже укладываться, творожок на ночь, и укладываться. Что я успела за сегодня сделать? Я успела привести себя в порядок и снять два видео. Вот что я успела за сегодня. И честно вам скажу, мои силы на исходе. Просто я уже думаю, сейчас у меня прям батарейка в раз села. Эта память закончилась на камере, на флешке. В раз. Представляете? Прям тютька в тютьку. Вот. И прям я сразу, я чувствую, как я хочу порадовать себя какими-то вкусной едой, сделать вкусный чай, съесть что-то вкусное. Я заслужила. У меня болит спина. Я устала, короче. Да, ну и самое важное, что сегодня мы документы в садик отправили. Это хорошо. В общем, все. Вечер, будем расслабляться. Завтра новые свершения, новые дела. Хотела в бассейн сегодня его. Но сегодня бассейн, оказывается, только до трех работает. Мы только в три вышли на этот. А я думала во вторую смену наш. Тренер. Вот. Завтра думала. А завтра у них свободное время. Только как раз то время, когда мы идем на обследование. И там как бы неизвестно, сколько мы будем. Час, полтора. Потом бежать. Ну как бы тоже, я думаю, завтра не вариант. Вот. Не знаю, что будем делать дальше. Завтра у меня еще завтра надо тоже видосы поснимать. Ну, посмотрим после обследования, как что будет. Может быть, мы поедем в этот фитнес-клуб наш. И что-нибудь там поделаем. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok